Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим еще об одном виде обмана, который мы именуем самообман. В этой передаче мы с вами поговорим о том, какова его сущность, каковы его формы, способы, источники и пути преодоления. В наше переломное время растущая тревога за судьбу земной цивилизации настоятельно требует мужественного самопознания, реалистического понимания человека, его подлинных свойств и возможностей, его потребностей и возможностей саморазвития. Одно из главных препятствий на этом пути – склонность человека к самообману. Так какова же сущность этого интересного, но очень непростого явления? Итак, сущность самообмана. Самообман – это внушение себе того, чего нет в действительности. Его особенность в том, что обманывающий, обманываемый и обманутый совмещаются в одном и том же лице и в одной и той же плоскости. Это относится и к отдельной личности, и к социальному институту, к группе, народу и человечеству в целом. Конечно, с учетом предыдущих наших передач, мы знаем, что обман одного субъекта другим всегда выступает в качестве коммуникативного феномена и является атрибутом социальной коммуникации. Подобно этому самообман есть атрибут автокоммуникации. И это прослеживается во всей истории западноевропейской культуры. Явление самообмана четко зафиксировано уже в диалогах Платона. Вот, кстати говоря, он перед вами. Древнегреческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля. Его настоящее имя Аристокл, а Платон всего лишь прозвище, в переводе с греческого широкоплечий. Так вот, у него самообман выступает преимущественно в эпистемологическом аспекте, то есть как заблуждение в оценке собственного знания. И особенность этого заблуждения в том, что оно вызвано не столько внешними обстоятельствами, сколько ограниченностью разума, природными склонностями человека. Вот, в частности, в диалоге Платона под названием Кротил, одно из действующих лиц, а именно Сократ, говорит, что он и сам делится своей мудростью и одновременно не доверяет ей. Вот Сократ перед вами. Древнегреческий, также философ, надо сказать, что казнен был политическими противниками. Вот его учение знаменует поворот от материалистического натурализма к идеализму. По словам Сократа, еще самому нужно разбираться в том, что я, собственно, говорю. Ибо тяжелее всего быть обманутым самим собой. Ведь тогда обманщик неотступно следует за тобой и всегда находится рядом. Разве это не ужасно? Таким образом, чтобы избежать обмана, надо быть на чеку, проверять себя, проявлять недоверчивость не только к другим, но и к самому себе. Но тут возникают новые вопросы. Что такое я сам? Насколько я самостоятелен в своих решениях и оценках? Несу ли я за них полную ответственность? Ведь если в своем выборе я не самостоятелен, то тогда трудно признать и настоящий самообман. И ключевой вопрос здесь, конечно, свобода воли. Все, кто отрицает свободу воли, обязаны отрицать и самообман, как специфический феномен. Последний для них оказывается феноменом обычным. То есть обычным обманом. Это характерно, надо сказать, для физикалистских и вообще натуралистических концепций. Вот остановимся на них подробнее. Явления, которые относятся к самообману, считаются в этих концепциях вызванными теми или иными внешними причинами. И, соответственно, квалифицируются как простые заблуждения. Вот в этих концепциях, которые исключают самообман, есть, конечно, и рациональный момент. Самообман и производимый извне обман тесно связаны, полагают представители этих концепций. Они поддерживают друг друга и переходят один в другой. Поэтому социальный обман, ну, скажем, со стороны правящей партии, политиков, либо государственных органов, невозможен без подкрепляющего его самообмана. Кроме того, всякое конкретное явление самообмана так или иначе чем-то детерминировано, то есть обусловлено. Но в своей сущности, конечно, самообман есть явление внутренней психической самодетерминации, которая включает уровень уже бессознательного. В философской литературе явления самообмана описываются и исследуются в эпистемологическом плане через понятие знания и веры. При этом главное внимание уделяется рассмотрению возникающих при таком подходе парадоксов. Ведь если я обманываю себя, то я должен скрывать нечто от самого себя или сообщать себе ложную информацию, принимая ее за истинную. Это означает, что я должен знать то, что данная информация является ложной и одновременно быть убежденным, что она является истинной. А поэтому самообман определяется как такое состояние, когда субъект одновременно верит в П и в не П. При этом подчеркивается, что речь идет именно о вере, а не о знании. Ибо можно знать, думать, что есть П, но не верить в это. Еще, скажем, мы познакомимся с точками зрения зарубежных философов на самообман. Вот одни, в частности, такие авторы, как Палуш, Рейли, Хайт и ряд других, вообще отрицают феномен самообмана на том основании, что нельзя одновременно твердо верить и не верить в одно и то же. Часть же из участников дискуссии, которая за последнее время несколько раз то вспыхивала, то угасала, признавая реальность обмана, пытались преодолеть указанный парадокс на путях логического анализа. Ну, надо признать, что путем только сугубо логического анализа проблема самообмана решена быть не может. Это связано с тем, что субъект логического суждения существует в жестко заданной системе значений истины и имеет мало общего с реальным субъектом самообмана. То есть, логический акт не допускает противоречия в суждении, когда утверждается, что данный субъект в одно и то же время и в одном и том же смысле и отношении знает и не знает, что такое П. Если он только знает или не знает, то это не обман вообще, или, по крайней мере, не самообман, а обычное заблуждение, вызванное соответствующими причинами. Третьи участники дискуссии и их большинство о самообмане считают, что надо вести разговор, лишь выходя в сферу психологических, этических и других описаний и оценок. Ну, например, Кент Бах называет самообман шизоидным актом непосредственного и осознаваемого создания у себя веры в то, во что я не верю. Или наоборот, не веря в то, во что я верю. В качестве способа самообмана он ставит на первый план рационализацию, о ней мы поговорим позже, подчеркивая высокую интеллектуальную активность субъектов в процессе описания мотивов собственного поведения. В ходе такого самоописания субъект не отвергает факты, противоречащие его интересам, но конструирует гипотезы, которые совместимы с его желаниями. И нужно при этом добавить. Совместимы с некоторым набором этических и иных норм, соблюдение которых входит в число существенных условий поддерживания субъектом своей личностной и социальной значимости. Четвертые авторы справедливо отмечают недостаточность чисто сциентистских, то есть связанных с наукой, подходов к проблеме самообмана и подчеркивают преимущества художественной литературы. Это характерно, например, для Палмера. Он в своих исследованиях ссылается на дневники Андре Жида. Вот перед вами Андре Жид. Это известный французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1947 год. В его дневниках блестяще отображен феномен самообмана. Показывается неадекватность описания этого феномена в терминах честности и нечестности. Палмер приходит к выводу, что источник самообмана надо полагать не в противоречиях суждений и оценок, а в особом противоречивом состоянии души, которое наиболее конкретно и полнокровно выражается средствами искусства. Вот это как раз наиболее подходящий предмет для языка поэзии, считает Палмер. Раскроем, например, книгу выдающегося испанского поэта Хуана Боскана Альмогавера. Это 16 век. Вот она перед вами. Эта книга издана в Барселоне в 1543 году, год спустя после смерти автора. В ней опубликованы его избранные сонеты. Вот что, например, в одном из них говорится. Душа моя со мной играет в прятки и лжет, рисуя все не так, как есть. Я с радостью приемлю фальшь и лесть, хоть изучил давно ее повадки. И сторонюсь, храня обман мой сладкий, того, кто мне несет дурную весть. Я знаю сам, невзгод моих не счесть, но лучше думать, будто все в порядке. В этом отрывке из сонета выдающегося испанского поэта Боскана ярко выражено одно из типичных проявлений самообмана. Располагающихся в чрезвычайно широком диапазоне. От совершенно вытесненных и целиком нерефлексируемых до осознаваемых в той или иной степени и представляющих не столько состоявшийся акт самообмана, сколько склонность к нему в стремлении уйти от горькой правды, от жесткой и жестокой реальности, отнимающей последние надежды. Ясно, что весь этот спектр представлен в душевных состояниях и в целом в повседневной жизни каждого человека. В этой связи приведем высказывание, уже нами цитировавшегося в предыдущих передачах, Ларош-Фуко. Вот, кстати, напомним, как он выглядит. Франсуал Рос-Фуко, французский писатель и моралист. Вот что он писал. «Люди безутешны, когда их обманывают враги или предают друзья, но они нередко испытывают удовольствие, когда обманывают или предают себя сами. Так же легко обмануть себя, пишет он в другом месте, и не заметить этого, как трудно обмануть другого и не быть изобличенным. Не следует обижаться на людей, утаивших от нас правду. Мы и сами постоянно утаиваем ее от себя». И еще. «Каждый человек, кем бы он ни был, старается напустить на себя такой вид и надеть такую личину, чтобы его приняли за того, кем он хочет казаться. Поэтому можно сказать, что общество состоит из одних только личин. Ну, отсюда, понятно, почва, питающая лживость в отношении с самим собой. И еще. «Мы так привыкли притворяться, говорит Ларош-Фуко, перед другими, что под конец начинаем притворяться перед самим собой». Нужно отметить, однако, что разоблачительная тенденция Ларош-Фуко характерна и для этика психологического подхода к явлениям самообмана. Особенно резко выражена эта тенденция у Ницше. Вот, кстати, и он. Фридрих Вильгельм Ницше. Немецкий философ, представитель иррационализма. У Ницше самообман – это плата за неизбывное стремление к совершенству, осуждение, сарказм, горькая насмешка, никакой снисходительности к человеческой слабости и смертности. Он пишет, «Ах вы, чудаковатые актеры и самообманщики, хитроумные защитники своих предрассудков, которым подлинность заменяет великолепная манера самоинсценировки и которые ухитряются сами затуманить свою память». Лживость человека с самим собой Фридриха Ницше выводит из его фундаментального свойства, из воли к неведению, к неясному и неистинному знанию, которая не менее сильна, чем та воля к власти, о которой он писал. Впрочем, у него можно встретить допущение и о том, что обман заключен в самой сущности вещей, что сам мир, в котором мы живем, ошибочен. И с такой предпосылки, конечно, нетрудно вывести и волю к обману. Надо признать, что гораздо более конструктивно проблема самообмана вставится и обсуждается с Сартром. Вот его портрет. Жан-Поль Сартр. Французский атеистический философ, экзистенциализм. Он как раз вот развивал мысли о боязни свободы и истины, высказанные Кьерке Гором и Ницше. И при этом концентрировал внимание на феномене бегства от реальности. Самообман выступает у Сартра как дурная вера, которая обусловлена нечистой рефлексией. Факт бегства от свободы, а значит и от реальности, состоит в перекладывании ответственности за выбор на других или на так называемые объективные обстоятельства. С этим и связано обычно явление самообмана. По словам Сартра, сознание содержит в себе непрерывный риск дурной веры. Следовательно, склонность к самообману, очевидно, означает склонность к сокрытию истины о себе. Это проявляется в нежелании знать правду, в бессознательном уклонении от некоторых знаний о себе, в их вытеснении, а нередко и в активном поддержании иллюзорных самоотображений и всевозможных выгодных верований. Ведь когда убеждения выгодны, они особенно убедительны. И вот такого рода склонность свойственна в той или иной мере людям всем и отвечает некоему родовому интересу. Вот, например, русский философ Трубецкой также имел свое мнение о самообмане. Сергей Николаевич Трубецкой, князь, русский религиозный философ, публицист, общественный деятель. И обратите внимание, это первый выборный ректор Московского госуниверситета в 1905 году. Надо сказать, что Трубецкой похоронен в Москве на кладбище Донского монастыря. И вошел в историю русской философской мысли своей оригинальной концепцией конкретного идеализма. Так вот, он говорит даже об инстинктивном самообмане, в котором есть истина, ибо инстинкт преследует великие и общие родовые цели и обманывает индивидуальность. В склонности к самообману можно видеть проявление инстинкта самосохранения. Самообман, таким образом, есть способ поддержания витальных сил. Однако одновременно склонность к самообману означает тенденцию к неподлинной аутокоммуникации, которая способна поддерживать систему психологической защиты, привычные формы самоидентификации. Особенно часто мы видим это в амбивалентности, то есть противоречивости, раздвоенности, в пике фрустрации, то есть разочарования и тому подобное. Следовательно, мы с вами видим, что самообман может выполнять разнообразные функции от психической регуляции отдельных структур личности и поддержания энергетического тонуса при решении текущих задач до глобальной саморегуляции и сохранения тождества личности. Однако, в чем же состоит предмет самообмана? Вот как раз в предмете самообмана можно выделить три области. Во-первых, когда человек обманывает себя относительно самого себя, то есть своих действительных качеств, знаний, достигнутых результатов своего будущего и тому подобное. Во-вторых, когда он обманывает себя относительно других субъектов, то есть отдельных лиц, групп, организаций и прочее, оценивая их качество, намерение, возможности их отношения к нему и так далее. И, наконец, в-третьих, когда он обманывает себя относительно каких-либо предметов, событий и обстоятельств. То есть, если речь идет о предметах, то их существование, местоположение, стоимости, функциональных возможностей и тому подобное. Итак, самообман может выступать в различных формах. Давайте их рассмотрим. Итак, формы самообмана. Формы самообмана. Как я уже говорил, эти формы чрезвычайно разнообразны. Иногда они ужасны. И тогда человек превращается в маньяка и убийцу. А иногда смешны. И тогда окружающие люди смеются над такими чудаками, как, например, Дон Кихот из одноименного романа Мигеля Сервантеса. Вот давайте посмотрим на автора. Мигель де Сервантеса Аведра. Как вы видите, 16-17 века. Всемирно известный испанский писатель. Ну, он прежде всего известен как автор одного из первых романов в современном понимании, который называется «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий». А вот и наши герои этого романа. Дон Кихот и Санчо Панса. Ну, перед вами скульптурная композиция на фоне памятника Сервантесу в Мадриде. Может быть, не все читали этот довольно длинный и местами, признаемся, скучноватый роман о странствующем рыцаре печального образа. Но большинство людей представляют себе его сюжет. Каков же он? Это обедневший испанский дворянин Алонса Кихана, начитавшийся рыцарских романов и который отправляется путешествовать по Испании, странствовать в поисках подвигов во славу своей возлюбленной. Дон Кихот хочет служить людям во имя справедливости. Однако из-за пелены, покрывающей его мозг, все идет вопреки здравому смыслу. Он принимает ветряные мельницы за сказочных великанов, стадо баранов за вражеское войско, его гонят, бьют, над ним смеются, но страшный и странный рыцарь не осознает нелепости своих поступков. Самообман, как мы видим, играет с ним злые шутки. И лишь после многих мучений и невзгод Дон Кихот отказывается от своих заблуждений и снова становится Алонсо Киханом. Интересны формы, которые самообман принимает у женщин. Вот как пишет один из исследователей Курбатов. В своем доказательстве женщина стремится не столько доказать, сколько поразить и очаровать. Бывает так, что в конечном итоге она очаровывает сама себя. То есть самоочаровывается. И вот, что удивительно, некоторые из женщин, как показывают исследования, пребывают в таком блаженном состоянии всю свою жизнь. Естественно, самоочаровывание приводит к самообману. И обману, как прямому следствию самообмана. Что же лежит в основе самообмана в результате самоочаровывания? Мы бы назвали это принципом Мальвины. Известного персонажа из сказки Алексея Толстого. Вот Мальвина с Артамоном. Это скульптура, которая находится в белорусском городе Гомель. Все помнят, что у каждой Мальвины есть свой пьеро, который без устали твердит. Мальвина, Мальвина, принцесса моя. И бедная девочка, в конце концов, уверяется, что она и в самом деле принцесса. И она искренне начинает полагать, что все в нее тайно влюблены. И только в нее. Но не решаются признаться. Бывает, что обманывая самого себя, человек ищет подтверждение своим иллюзиям. И в этом тоже одна из форм самообмана. И лучший способ для этого поддержка со стороны настоящего друга. То есть, такого приятеля, который предпочитает не разрушать иллюзии товарища, а при необходимости и поддерживать их. Вот критика в таких отношениях, конечно, нежелательна. Лесть, даже грубая, допускается в любых количествах. На вопрос, ты меня уважаешь? Настоящий друг всегда ответит утвердительно. Вот поэтому мы часто выбираем себе таких друзей, которые говорят нам неправду. Но ту неправду, которая утешает и ласкает нас. И мы подсознательно понимаем это, но редко признаемся себе до конца. Иногда самообман играет роль даже некой психологической защиты, которая помогает личности сохранять свою целостность и систему существующих взглядов при воздействии разрушающей информации. И вот такая защита проявляется в тенденции человека сохранять привычное мнение о себе, отвергая или искажая неблагоприятную информацию. С одной стороны, такая защита способствует адаптации человека к своему внутреннему миру, а с другой ведь ухудшает приспособление к внешней, в том числе и социальной среде. И, конечно же, у разных людей способность к психологической защите выражена в разной степени. Вот, например, Георг Лихтенберг, он перед вами, по этому поводу писал. Как вы видите, это выдающийся немецкий ученый и публицист. Так вот он писал. Есть люди, способные верить всему, что им по душе. Счастливое создание. Существуют и различные способы самообмана, в их числе рационализация, проекция, вытеснение, отрицание и другие. Ну, давайте, дорогие друзья, рассмотрим эти способы хотя бы кратко. Итак, преследуя цель оправдания мотивов и поступков, самообман достигается способом искусной рационализации. Потребность в самообмане продуцирует и правдоподобные объяснительные и оправдательные построения. И вот такие продукты рационализации, то есть оправдания и объяснения, представляют собой следующие виды обоснований. Ну, это обоснование того, что мотивы или поступки целиком отвечают нравственным нормам, что действия совершались во имя истины, справедливости, гуманизма, в интересах других людей и так далее. И, кроме того, это обоснование того, что действие совершено не по воле субъекта, что он выполнял волю Бога, государства, либо служебный долг, военный приказ, не имел выбора, совершенно не понимал смысла творимого действия, был орудием другого. Особый вид обоснования связан с возложением вины на другого субъекта, действия, намерения, слова которого и привели якобы к некоторому неблаговидному результату, тому, что ему нанесен ущерб, ну, мной или с моего ведома. Так что он сам и виноват во всем. И, наконец, обоснование такое, как псевдоразумное объяснение человекам своих желаний, поступков, в действительности вызванных причинами признания которых грозило бы ему потерей самоуважения. Вот примером этого обоснования последнего, так сказать, вида, является басня античного поэта Эзопа. Ну, известна нам хорошо басня «Лисица и виноград». Вот, кстати говоря, перед вами медальон 5 века до нашей эры с изображением Эзопа и лисы. Вот в этой басне «Лиса, не имея возможности достать висящий и высоко виноград, утешает себя тем, что он зелен и невкусен». Типичным способом самообмана, хорошо изученным в рамках философии и психоанализа, является проекция. Проекцией называют приписывание собственных подсознательных чувств и желаний другим лицам. Это с одной стороны. А с другой стороны, человек склонен неосознанно приводить различные доводы в оправдание своим неблаговидным поступкам, приписывая себе несуществующие благие мотивы. Вот, относительно этого, Блес Паскаль, как раз его портрет вы наблюдаете перед собой, французский математик, физик, литератор и философ, писал, «С какой легкостью и самодовольством злодействует человек, когда он верит, что творит благое дело?» Благодаря проекции формируется образ врага или виновника наших неудач. Отношения с ними служат целям психологической защиты и саморегуляции. Отсюда и необходимость врага. Ибо, как точно подметил Карл Юнг, давайте на него посмотрим поближе. Это швейцарский психолог, основоположник аналитической психологии. Как подметил он, само существование врага – огромное облегчение для нашей совести. И мы с вами знаем, чем хуже дело в обществе, тем более настоятельно нуждается оно во врагах. И тем больше находит оно объектов для негативных проекций. И это убедительно демонстрирует наш исторический опыт. Такого изобилия внешних и внутренних врагов, как у нас, не было, пожалуй, ни у кого. То же самое справедливо утверждать и о таком, столь хорошо изученном способе самообмана, как вытеснение. Вытеснение – это наиболее универсальный способ избавления от внутреннего конфликта путем активного выключения из сознания неприемлемого мотива или неприятной информации. Психологи даже утверждают, что человек не делает вид, а действительно забывает нежелательную, травмирующую его информацию. И при этом она полностью почти вытесняется из его памяти. Поэтому если мы замечаем, что неоднократно забываем нечто, то пора задать себе вопрос. Действительно ли мы хотим воспользоваться данной информацией, или же она задевает какие-то воспаленные струны нашей души? По справедливому замечанию одного из исследователей этого феномена, обманывая себя, люди нуждаются в поддержке друг друга. Они и на этом поприще плохо переносят одиночество. И еще один способ самообмана – это отрицание. Оно сводится к тому, что информация, которая тревожит человека, вообще не воспринимается. Ну, например, социологи провели исследование среди курящих. И задали вопрос им, убедили ли их материалы, прессы, о том, что курение вызывает рак легких. И надо сказать, что положительный ответ дали всего лишь 54% не курящих и только 28% курящих. То есть получается, что большинство курящих отрицали значение и правдивость приводимых фактов, поскольку их принятие означало бы осознание серьезной опасности для их здоровья. А они этого не хотят. Иногда самообман бывает полезен и даже необходим. Вот такое мощное психотерапевтическое средство воздействия на человеческое тело и на его психику, как аутогенная тренировка, в принципе, и построено на самообмане. Мы с вами подошли к тому, чтобы посмотреть, каковы источники самообмана. Вот давайте рассмотрим их поближе. Ну, поскольку ядром индивидуального сознания является определенное содержание сознания общественного, усвоенное в процессе социализации и под постоянным влиянием различных социальных институтов, то каждый человек заведомо находится в плену некоторых господствующих символов веры, идеалов, традиций, норм, идеологических клише. Сквозь их призму он смотрит на окружающие явления и оценивает их. И человек, подчиненный общности, усвоивший ее ценности, по словам Ницше, непременно становится лжецом. Ну, пусть это сказано, конечно, слишком сильно, однако власть над умами индивидов, власть общественных идей остается непреложным фактом. И это один из источников самообмана. Другим источником является фундаментальная потребность человека в обретении смысла существования. И на это обстоятельство обратил в свое время Франкл. Давайте на него посмотрим. Виктор Эмиль Франкл. Настоящая фамилия Франкель. Австрийский психолог и психиатр. Он как раз подчеркивал, что человек не выносит экзистенциального вакуума. Борьба за смысл жизни является основной движущей силой именно эта борьба, а не стремление к удовольствию. Неопределенность, зыбучая среда полуправды, постоянное воздействие средств массовой информации, привычные идеологические клише, обыденные символы веры, расхожее мнение. Вот это также один из источников. Питательная почва для самообмана. Но еще более серьезным источником, который имеет главное значение, это системы общественных коммуникаций, в которые включены массы людей. Эти системы, конечно, складываются исторически, приобретают высокую устойчивость и представляют ту нашу наличную социальную реальность, которая задает индивидам их социальные роли, а значит и формы, и нормы поведения и правила игры. И, будучи вовлеченными в эти игры, человек во многих отношениях теряет границу между условным и подлинным. Ролевая условность становится способом его существования. И, наконец, еще к одному из источников мы можем отнести такое явление, которое связано со всепроникающим лицедейством. Оно становится некой неотъемлемой реальностью общественной и личной жизни. Ну, мы понимаем, что талантливый актер, умеющий изображать для нас кого-то иного, представляться великим, добрым, страдающим, любящим или ужасным, наоборот, негодяем, обманщиком, лицемером, это мастер имитации, преображения. И он заставляет нас поверить, что он тот, кого сейчас изображает. Ну, вот так мы знаем бесподобные образы Гамлета, образы настоящего Ленина как вождя. И вот это, конечно, мастерство одно из проявлений самообмана. И вот эти фигуры одни из самых почитаемых, обожаемых и влиятельных фигур общества. И этим удостоверяется актерство как социальная потребность, как высокая ценность искусства имитации. Вряд ли нужно доказывать, что это составляет как раз благоприятную почву именно для самообмана. Так, причем как для индивидуальных, так и для коллективных субъектов. Но, помимо источников самообмана, важной проблемой является и его стойкость. Сложившийся самообман обычно весьма устойчив, прочен. И это связано с тем, что соответствующая ценностно-смысловая структура оказывается структурой самоорганизующейся, поддерживающей свою целостность и определенность, поскольку именно в ней мы находим убеждение, веру и оценку. И в завершении нашей передачи мы с вами давайте выявим, каковы пути преодоления самообмана. Вот один из типичных процессов преодоления самообмана блестяще описан Толстым в его исповеди. Речь идет о вере в прогресс. «Я был одним из жрецов ее», – писал Толстой. «Исключительно точно, шаг за шагом раскрывает он процесс нарастания сомнений, их приливы и отливы, их углубления, напряженную работу мысли, отчаяние, надежду и ее утрату. На меня стали находить минуты, – продолжает Толстой, – сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние». Как мы видим, Толстой показывает, как этот длительный противоречивый процесс приводит к перелому, к ясному осознанию, что вера – это обман. Одно из типичных суеверий, которыми люди заслоняют от себя свое непонимание и жизнь. Вот такое разоблачение обмана знаменует духовное возвышение личности, преодоление интеллектуальной ограниченности, узости мировосприятия. В связи с этим уместно привести слова известного физика Макса Борна. Вот, кстати, и он сам. Это немецкий математик и физик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике 1954 года. Активный борец за мир. Это один из 11 подписавших манифест, знаменитый манифест Рассела и Эйнштейна. Вот что он писал. «Теперь я смотрю на мою прежнюю веру в превосходство науки над другими формами человеческого мышления, как на самообман». Вместе с тем, надо признать, что разоблачение самообмана далеко не всегда ведет к возвышению духовного и интеллектуального уровня личности. Вот крушение этого возвышающего обмана или утешающего, обнадеживающего способно вызывать и разрушительный личностный кризис, который резко ослабляет наши возможности саморегуляции. Вот обнажение самообмана может привести к шоку. В качестве средства саморегуляции в экстремальных ситуациях выступает и спасительная амбивалентность, какая является матерью полуправды о себе, того, что можно в равной степени назвать и полусамообманом, колеблющегося между верой и неверием. И все же, несмотря на некоторую пользу самообмана, личность, конечно, фундаментальным образом ориентирована на правду вообще, на правду именно о себе, прежде всего, ориентирована даже ценой самообмана. Итак, мы с вами сегодня убедились в том, что, безусловно, связь самообмана с человеческой познавательной способностью, что стремление к истине не выдерживает конкуренции со стремлением к успеху. По-видимому, самообман служит одним из проявлений той фундаментальной асимметрии, которая обнаруживается в структуре нашей познавательной деятельности. То есть, с одной стороны, наши познавательные усилия направлены во внешний мир, а с другой стороны, мы стремимся познать и себя тоже. И вот это как раз самопознание выглядит весьма ничтожно на этом первом фоне. Вместе с тем, нетрудно увидеть и существенную зависимость познания внешнего мира от познания человеком самого себя, в том числе своих подлинных потребностей и возможностей. Вот почему мы можем сделать вывод, что преодоление основных форм самообмана, свойственных людям и человечеству в целом, может ознаменовать новый тип его идентичности, то есть идентичности человека и социальной самоорганизации. Дорогие друзья, анализом оказавшейся не такой уж и простой проблемы самообмана мы завершили рассмотрение видов обмана. И следующая передача будет нами посвящена соотношению морали и обмана. Всего вам доброго, до новых встреч.